Моделирование Сегодняшняя наша встреча будет посвящена несколько секретам мастерства, которые я уже пытался вам показать и многим это понравилось. Она будет чисто ознакомительной. Поскольку я являюсь сотрудником магазина Мир Моделей и часто приходится отвечать на одни и те же вопросы, сегодняшняя наша передача будет посвящена именно вопросам о сверлении. Зачем сверлить, как сверлить и непосредственно чем сверлить. Итак, уважаемые коллеги, вот представляю вам данный продукт. Каталожным номером вы можете увидеть здесь, в случае чего вы можете посмотреть более подробную продукцию на сайте. Представляет собой зажим с деревянной ручкой. Состоит из цанги, соответственно, вот куда вставляется непосредственно сверло. Вот таким вот образом. Ну и сверление происходит либо вот таким вот образом, либо вот с таким вот проворотом. Вот. Ну, удобная вещь, удобно держать. Есть один небольшой нюанс в этом. Здесь все зависит от непосредственно размера от пропила данной цанги. То есть насколько она разжимается. То есть это подойдет для мелких сверл, ну, в принципе, до полутора миллиметра. То есть где-то до полутора миллиметра это будет абсолютно хорошее приспособление. Вот. Следующее, чем можно было бы вас порадовать, это уже есть вот такая вот интересная вещь от фирмы Excel. Вот. Выглядит она вот таким вот образом. Вот. Она выполнена в виде ручки. Здесь есть даже зажим. Можно спокойно это, ну, допустим, на одежду. Значит, сверла здесь находятся в задней части. Вот. Там несколько вот этих сверлов, допустим. Вот. И также здесь имеется вот этот цанковый зажим. Он более распушенный. И сюда можно, в принципе, до полутора-двух миллиметров спокойно вставить сверла. И очень качественно и хорошо их зажать. Вот. Ну, и сверление, естественно, производить вот таким вот образом. Для того, чтобы она у вас в руке не проскакивала, не проскакивала. Вот. Алюминиевый материал, из которого я сделала дюраля, имеет здесь насечку. Это фирма Excel. Хороший, известный всем американский инструмент. Вот. Следующее, на чем бы я хотел остановиться, сверлилка от фирмы Jazz. Тоже известная всем. Она имеет вот такую вот интересную форму. Она имеет цанговый зажим. И имеет вот такой вот механизм, который позволяет производить сверление нажатием. Вот. И вот таким вот образом происходит сверление. Фирма Jazz. Удобная вещь. Но есть один нюанс. Если вы будете использовать тонкие сверла 0,3-0,5, скорее всего, они будут либо изгибаться, либо будут ломаться. Поэтому все-таки это, наверное, для сверел от одного миллиметра и выше. Кроме того, что в набор здесь входит еще и дополнительная цанга под более мелкие сверла. Куда входит в этот набор входит две цанги. Это, в принципе, очень довольно-таки удобно. Следующим. Вот. Под большие сверла есть вот такая вот тоже сверлилка. Вот так вот она выглядит в коробочке. А вот так вот она выглядит в живую. Она двухсторонняя, но в связи с ее ограничивать использование только наличие вот таких вот цанг под большие диаметры. То есть где-то здесь получается 3,5-4 миллиметра сверла. Вот. Она двухсторонняя. С этой стороны тоже есть еще одна цанга. Вот она находится здесь. Где-то здесь по 2 миллиметра. Но использовать ее также вполне возможно. Вот. Универсализм ее был бы, наверное, больше, если бы здесь были цанги различных диаметров. Но это больше мы сейчас встретим в следующих инструментах, которые я вам покажу. Ну вот. Подходим к одним из самых известных инструментов. Я сам пользуюсь довольно-таки продолжительное время. Это фирма Tamiya. Она имеет две очень известные цанги. Вот эта вот, так сказать, первая сверлилка. Вот. Она миниатюрная. Позволяет зажимать сверла от 0,3 миллиметров до 1 миллиметра. Значит, здесь не съемная, заметьте, не съемная цанга. Которая позволяет сюда очень спокойно, очень плотно сюда зажимаются сверлочки. Вот так вот она выглядит. Значит, здесь есть вращающаяся задняя шайба. Которая позволяет позиционировать и сверлить вот таким вот образом. Здесь я немножко свернул последний, потому что я его не очень качественно затянул. Вот таким вот образом. Так что фирма Tamiya в высшей степени рекомендую. Есть еще одна известная продукция. Фирма Tamiya. Сверлилка. Немножко более массивная. Основные принципы здесь такие же. Она немножко больше. Она рассчитана на где-то от 0,3 до 3,6 миллиметров. Значит, преимущество, кроме вышеназванной сверлики, заключается в том, что она имеет 4 цанги. То есть, здесь идет диаметр 1 миллиметра, здесь 3 миллиметра. И еще одна цанга находится в задней части данного устройства. Вот таким вот образом. То есть, можно подобрать любое сверло, вставить его, допустим, вот сюда. Можно как вот большое взять, его как бы использовать. Ну вот. Очень добрый инструмент, сам пользуюсь такой сверлилкой. Это, допустим, моя личная цель, я пользуюсь ей 15 лет. Так она выглядит после 15-летнего использования. То есть, в принципе, ей можно довольно-таки успешно работать и в настоящее время. Дальше. Мы переходим к двум интересным инструментам, которые уже идут как мини-дрели. Опять же, это фирма Tamiya. Она поставляет с собой вот такой вот набор, как я уже сказал. Который нужно, ну, как и у все моделисты, нужно его частично подсобрать. Вот здесь вот находятся вот такие вот детали. Вот это корпус. Здесь металлические детали и двигатель. Шестеренки. Механизм спуска. Дыхатель. И элементы движения замыкающего питания. Питается эта дема от двух батарей, которые монтируются сюда. Я вам сейчас покажу ее немножко в действии. Очень удобная вещь. Выглядит она в собранном виде вот так вот. Батарейки вставляются вот сюда, вот в ручку. Единственное, хотел бы обратить ваше внимание на то, что в стартовом наборе, который именно сама делает фирма Tamiya, она выпускает здесь с двумя цангами. Фактически такими же цангами, которые вот буквально рассказывал про предыдущее устройство сверлища. Цанги немножко ограничивают движение. Поэтому для того, чтобы расширить возможности данной дрели, я ее немного доработал, а именно убрав вот такой вот ведущий усилительную пластину. Вы можете увидеть ее здесь. Вот она была срезана. Вот. И был использован вот такой вот трехпулачковый патрон от фирмы Proxxon. Вот сюда идеально подошел по резьбовым соединениям. Но для того, чтобы кулачки полностью раскрылись и захватили сверло, сюда нужно еще добавить небольшую 6 мм втулочку, подходящую по диаметру. Я просто подобрал, даже не отпиливал из обрезков. По резьбе она сюда подходит. И это позволяет вам наиболее точно пользоваться этим. Чтобы вал не сверлил, здесь есть механизм зажима, который позволяет зафиксировать вал. Вот. Сюда можно... Многие скажут, что данное устройство очень удобно, но, тем не менее, оно естественно не точное. Вал имеет биение. Биения нет только на специальных устройствах, которые мы с вами будем рассматривать в следующей передаче. Я пользуюсь этим инструментом уже три года. Ну, могу сказать, что в высшей степени доволен. Значит, еще раз я хочу повторить, что мы только что рассматривали данное устройство. Это Tamiya. Вот это вот. Но в моем улучшенной версии с вот таким патроном от фирмы Proox. Вот так вот. Вот так. Я думаю, что вам будет понятно. Если что, можете данную позицию найти у нас на сайте. Чтобы сразу не вводить вас, уважаемые коллеги, в заблуждение. Поскольку фирма Tamiya производит два таких набора. Вот. Есть такая же дрель. Немножко по другим артикулам. Но она позиционируется как средство для шлифовки. Она не имеет тягового усилия. Вот. Она точно такая же по конструкции. Только внутренняя часть, количество шестеренок увеличено. Здесь очень большая частота оборотов. Естественно, сверлить ей будет очень сложно. Поэтому, если вы хотите, допустим, приобрести вот такой вот удобный ручной инструмент, мини-дрель для шлифовки, вам подойдет именно вот такая вот, в светлом сером корпусе. Если же вы хотите именно сверлить, производить сверление, то вам лучше всего именно ту позицию, которую я вам показывал раньше. Это вот именно в сиднем корпусе. Ну и напоследок хочу сказать одно, что если у вас совсем случилось так, что вам нужно что-то просверлить и у вас совсем нету, но у вас есть великолепный, замечательный вот такой вот инструмент, всем известный экселевский нож, вы можете спокойно, удалив отсюда лезвие, зажать в него сверлышко. И просверлить отверстие. Но, опять же, это будет для сверл до 1 мм. Я думаю, что это вам очень поможет в вашей модельной ситуации. Ну вот, уважаемые коллеги, мы сегодня сделали небольшую обзорную экскурсию по сверлющему инструменту, по держателям. Надеюсь, вам многие вещи стали ясны. Надеюсь, это вам поможет в конечном итоге быстрее определиться с нужным вам инструментом. Это наша первая передача, посвященная данной теме. Но во второй нашей передаче мы уже познакомимся со сверлющим инструментом, более профессионального уровня, именно с инструментом фирмы Проксен. Думаю, передача будет интересная. До новых встреч! Всего наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok